Другим темам житель Петропавловска обнаружил в своем старом гараже раритетное ружье. Необычную и опасную находку он сразу же сдал в полицию. Там ее изучили и выяснили, оружие изготовили больше 120 лет назад. Подробности в материале моих коллег. Вадим Бондарь, устроив генеральную уборку в своем гараже, обнаружил мешок, внутри которого оказалось двуствольное ружье. Не раздумывая, он решил сдать опасную находку в полицию. Посмотрел, вроде бы ружье хорошо сохранилось. Ну, как таковое мне оно и не нужно, тем более не зарегистрировано. Поэтому охочусь-то уже очень давно, зная, как эти правила соблюдать, зная, что такое регистрация оружия. Ну, вот решил, лучше пускай оно в полиции находится, чем где-то дома или где-то у кого-то в других руках. Находку исследовали криминалисты. Она оказалась пригодной к выстрелам, да еще и раритетной. Это охотничье ружье бельгийского производства, выпущенное в конце 19 века, где-то с 1893 по 1898 годы. Редкий образец решили сохранить в музее департамента полиции. Стражи порядка призывают жителей следовать примеру Вадима Бондаря и добровольно сдавать незарегистрированное оружие. В случае обнаружения оружия или боеприпасов необходимо будет обратиться на пульт 102. Только добровольная сдача оружия освобождает от уголовной и административной ответственности. По данным полиции, в прошлом году из незаконного оборота в регионе изъяли 128 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. Нургуль Ахметова, Куаныш Казбеков, Хабар, 24, Петропавловск.